На рынке по-прежнему сохраняется оптимизм по поводу вакцин и возможного ускорения темпа восстановления мировой экономики. В результате мы наблюдаем усиление позиций рисковых валют. На этом фоне известный безопасный актив доллар США продолжает испытывать давление по всему спектру рынка. График индекса USDX, демонстрирующего положение доллара по отношению к корзине шести мировых валют, в начале сегодняшних торгов опустился к уровню 90.20, готовясь к погружению ниже психологического уровня 90.00. И это вполне возможно среду в случае, если статистика вновь разочарует и данные по рознице окажутся хуже прогнозов. Также доллар не пользуется спросом в ожидании принятия Конгрессом законопроектов о финансовой помощи от Джо Байдена на сумму в 1,9 трлн долларов, который должен существенно увеличить бюджетные расходы. И даже в паре с японской иеной отмечено ослабление позиций доллара. Вполне очевидно, мы наблюдаем технический откат после достижения пика 105.60. Но эксперты технического анализа не видят причин для смены тренда и предполагают возобновление роста к целевым отметкам 106.50. Котировка австралийского доллара также активно пользуется слабостью доллара США и добралась до 34-месячного максимума, остановившись вблизи психологического уровня на 0,7800. Сдержало восходящий интерес содержание протокола с последнего заседания Резервного банка Австралии, где в очередной раз отмечено намерение удерживать ставку вблизи текущих уровней несколько лет. В Центробанке также отметили, что в ближайшие месяцы ожидается, что рост потребления останется положительным. И хотя рост заработной платы упал до самого низкого уровня за два десятилетия, Резервный банк заявил, что отрицательные последствия этого будут компенсированы низкой инфляцией. И это обнадежило инвесторов. Вполне вероятно, сегодня котировка AUD и USD может подняться еще выше – к уровню 0,7830. А на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!